Философская среда Философская среда В индивидуальном и персоналистском смысле, потому что многие ученики Ролза, Ролза был в общем-то богат учениками, они впоследствии занимали важнейшие должности в США, и также надо учитывать, что по всему миру и в нашей стране в том числе, даже в курсах общества знания имя Ролза присутствует, то есть это чрезвычайно влиятельная теория справедливости и количество, если вот мы будем Смотреть по цитированию, наверное, наверное, во второй половине XX века, это если не самый цитируемый философ, то один из самых цитируемых философов вообще И с Ролзианской теорией справедливости связан, скажем так, некоторый интересный поворот в истории развития демократического капитализма Давай, наверное, скажем, Антон, прежде всего напомним, в чем суть Ролзианской теории А, суть Ролзианской теории заключается в таком тезисе, как справедливость, как честность Ролз пытается предложить универсалистскую теорию, то есть такую теорию, которая была бы свободна от каких-то нагруженных, культурных, метафизических и других предпосылок Вот, например, возьмите марксизм, да, он исходит из положения пролетария, да, но... Из не равенства общества Да, а как же другие? А как же другие? И он пытается предложить такую теорию справедливости, с которой могли бы согласиться все И эта теория справедливости, она базируется на двух важнейших принципах Первый принцип это максимизация свобод, и свобода это, кажется, что универсальная ценность, разделяемая всеми людьми Никто не хочет, чтобы от него или от нее отнимали какую-то базовую свободу, базовую политическую свободу в том числе И второй принцип, он касается справедливости, которую часто называют распределительная справедливость И здесь идет речь о том, чтобы у людей были равные возможности, да, они более-менее занимали равное положение в обществе с точки зрения приобретения благ и богатств И равный доступ к должностям, чтобы не было такого, что вот вы родились где-то далеко, допустим, на Дальнем Востоке Ну и все, вы родились не в Москве, значит, вы априори, ваш доступ к каким-то должностям, перспективам, он ограничен, да И это, наверное, не самая лучшая вещь Да, это общая канва, общая идея универсалистская теории Роллза Он скажет, ну и что, а вот что, а до этого не было понятно Нет, ну, Стерна, даже здесь проглядывается некоторая утопичность, на мой взгляд, Антон Вот в виде второго постулата абсолютного равенства и доступа ко всем должностям Ведь, да, Роуз, по-моему, тоже об этом говорит, что изначально, когда человек рождается, мы все равны, как бы, да Ну, мы младенцы, мы не можем еще выделяться, но потом в процессе получения образования, обучения кто-то выделяется, кто-то, наоборот, испадает Поэтому изначально есть некоторая утопичность вот в этой вот идее, что социально-экономические неравенства можно устроить немножко по-другому Что доступ к положениям и должностям всем открыт Но это как бы другое немножко, у тебя же должна быть возможность, я правильно понимаю? А твои способности, это уже твое, как бы, дело Да, ну, Роуз, он отдавал себе отчет в том, что есть какие-то реальные препятствия к реализации этих эголитаристских принципов И как он хотел их устранить в таком случае? Во-первых, надо сказать, что у нас есть такие противоборствующие вещи, свобода и равенство Конечно Социалисты, как известно, они свободе предпочитают равенство Поэтому во многих странах социалистического характера демократические свободы, они, если и развиты, ну, в целом могут быть, скажем так, свободы могут быть пожертвованы в пользу равенства Условно развиты, давай так, может быть, скажем так Да, да Значит, здесь Роуз, он, во-первых, он принимает, что может быть неравенство Он не говорит, что равенство должно быть абсолютным, вот так он не говорит Он говорит о том, что неравенство, оно должно способствовать благополучию каждого отдельного индивида То есть вот у нас есть люди, которые по каким-то причинам, они выиграли, например, в генетическую лотерею Вот так называемый эголитаризм удачи, да То есть они родились способными, они, может быть, родились в профессорской семье или что-то еще такое Это произошло, это факт И эти люди, в силу того, в каком месте положения они оказались, они могут оказывать благоприятное влияние на развитие общества Быть руководителями компаний, организовать рабочие места и так далее И Роуз говорит, это прекрасно То есть вот такое неравенство, это прекрасно Но мы должны соблюдать вот эту систему, как часто говорят, сдерживания противовесов Чтобы те, кто наиболее удачлив, их удача, она не делала других людей отрезанными от должностей Отрезанными от получения благ и так далее И более того, Роуз замечает, что в целом, он говорит, смотрите, раз уж вы оказались наверху социальной иерархии В принципе, тот факт, что принципы справедливости устроены так, что вы способствуете тому, что у других тоже было бы все хорошо Они вашему положению не угрожают Поэтому всем от этого только хорошо становится То есть у него вот такая идея Поэтому он называет, ну, отчасти свою идею того, как может быть устроено общество таким либеральным социализмом Почему либеральным социализмом? Ну, потому что есть распределительная справедливость с одной стороны, а с другой стороны не в стране И свобода Свобода, правильно, сохранение демократические институты Но еще Рынок Плюс семь, девятьсот, три, семь, семь, шесть, три, 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 координаты прямого эфира Вернемся через пару минут Абсолютно подробительный, да, персонаж? Фердинанд ФКА Лефтс Бой его зовут The Return Of А дальше идет многоточие Кто возвращается? Что-то современное, да? Да, это совсем молодое А слушается как будто что-то такое прям с ретро Электро-рок, хип-хоп Там все только что понамешано В общем-то Звеменная музыка такая Можно отдельно философию музыки, может быть, как-нибудь сделать Можно и философия музыки есть такие Кстати, интересная тема могла бы быть Да, конечно Потому что мы попутно еще с Антоном всегда обсуждаем темы для следующих эфиров Вот вспомните В Озе-Озборном Платоновском государстве к музыке отношение такое Что музыки быть не должно Ну, марши допустимо, допустим, какие-нибудь Да, государства Но в целом музыки быть не должно Ладно, давайте вернемся к Ролзу Да Почему его теория до сих пор актуальна и столь пристально изучается? Его теория актуальна именно из-за того, что он делает акцент на распределительной справедливости На том, как должны распределяться блага, должности и возможности в обществе Это важно, потому что для многих западных демократий И мы тоже на самом деле западная демократия Важны были в первую очередь принцип классического либерализма Классический либерализм это в целом такая, скажем, больше экономическая вещь Что свободная рука рынка и так далее Но это в том числе автономия субъекта и его свободы Вот так Но распределительная справедливость, она как-то все время была на задворках И Ролз, он меняет капитализм Не только американский Потому что с ним можно связать такой левый разворот капитализма Вот современных либералов в дискурсе политической жизни США Называют леваками Называют леваками из-за того, что в отличие от классических либералов Которых сейчас мы бы называли либертарианцами Вот либертарианцы это люди Я индивид, государство прочь от меня Я там что-то делаю, мои права, мои свободы и так далее Мне никакие подачки не нужны Чуть близко к анархизму приходит Конечно, и вспомни Роберт Нозик Это анархия, утопия То есть это, конечно, либертарианство И вот левый разворот связан с тем, что на тот момент времени А это середина 20 века Во-первых, стало ясно, что что-то происходит в капиталистических обществах не так В 1971 году было публиковано Да, но думать-то он стал об этом пораньше А не так происходит много чего Это и Вторая мировая война Это и затем война во Вьетнаме Довольно странная Это и какое-то странное положение чернокожего населения Вот вспомните, вот это вот фонтанчики для черных, фонтанчики для белых Места в общественном транспорте, да, где находятся И это общий кризис такого утилитаристского понимания того, как должно развиваться общество Что такое утилитаризм? Это представление о максимизации благ Если вы хотите, чтобы у вас все было классно и прикольно Как вы должны развивать общество На что вы должны ориентироваться И вы с ненулевой вероятностью скажете Ну, наверное, чтобы блага прирастали Они максимизировались И вот такое общество будет наиболее справедливым И понимаете, в чем проблема? Утилитаризм предполагает чудовищную несправедливость Конечно, потому что попахивает экспроприации Если заведомо богатый собственник, имеющий, находящийся на определенной социальной стадии развития И зарабатывающий определенные блага Вырабатывающий их собственным, допустим, трудом И он вырабатывает эти блага в гораздо большем объеме, чем они ему нужны лично То тогда решение заходит о распределении Но расстанется ли он в угоду снижения собственного денежного достатка с этим просто так Это называется, опять же, экспроприация И попахивает тем самым марксизмом-легинизмом Почему левый разворот, я и чувствую Потому что там изначально было заложено перераспределение этих благ Но не на финансово-денежной основе О том, что он будет добровольно расставаться со своими благами в угоду других слоев населения Ну, Роллс, конечно, не говорит о том, что там надо прийти к богатым И забрать сюда Потому что это будет нарушением все-таки принципа свободы, который является ведущим Но Роллс допускает, что человек это будет делать по собственному желанию и воле То есть он отталкивается от вот этого идеального человека Да, ну пока вот смотри, нужно закончить с утилитаризмом Дело в том, что представьте, что у нас есть в обществе 100 человек Которые очень не любят одного человека Допустим И это общество утилитаристское В таком случае в этом обществе, как вы понимаете Этому одному человеку постоянно будет доставаться на орехи Конечно Да? То есть это несправедливо Это несправедливо по отношению к отдельному индивиду Это вопиющая несправедливость Мы пытаемся построить такую систему общества В которой не было бы вопиющей несправедливости по отношению к субъекту И утилитаризм не может быть таким решением Мы должны искать новые Формы какие-то Да А второй момент Вторая мировая война Видимо она постоянно будет где-то на горизонте Дело в том, что Роллс Он из очень такой консервативной семьи Его родители, они чуть ли не на корабле Мэйфлауэр В знаменитом приплыли в США И он вообще-то искал для себя карьеры священника Но Вторая мировая война изменила Он был мобилизован И лицезрение того, что происходит на войне Что делала имперская Япония Он побывал на Он видел своими глазами последствия Ядерной бомбардировки Японии Он это видел прям И все это его Такой вот бунт антирелигиозный в нем породило Он не мог понять Как это возможно Как люди так могут? Да, такая трагедия зла И он подумал, как нам сделать Как нам сделать так Чтобы это не повторялось Мы должны попробовать Вот у него такой кантианский мотив философии Найти некоторые универсальные принципы Ориентируясь на которые Вот такого происходить не будет Вот И Когда он делает нажим на распределительную справедливость Почему он еще удается во многом? Потому что Вот 71 год Это время примерно вот такой Можно сказать пиковой популярности Советского Союза Как проекта социально справедливого общества Который противопоставлен западной капиталистической модели Где о социальной справедливости Вообще ничего Абсолютно ничего И Люди же видят и смотрят Как же это так? Теория Роллза появляется В очень Интересных обстоятельствах Вот И вот это вот В первую очередь Распределительная справедливость Она приводит к тому Что В Политической системе В политологии Вообще мировой происходит Такой Левый разворот Что Вот сейчас у нас есть Допустим Скандинавские страны Да Это во многом Связано с Идеями Роллза Потому что Вот такой Капиталистический социализм Да Страны всеобщего Там Блага Да Это в общем-то Следствие Роллзианской Есть еще один момент Который я не могу не заметить Почему-то мы его пускаем А ведь в конце 60-х И начало 70-х Это еще и Время наступления свобод Эпоха хиппи Конечно Конечно И оно же тоже Мне кажется Оказало влияние на Роллза Да Да Безусловно Это Скажем так Комплементарные Вещи Но увидев их Он как раз таки Может и пришел Но все равно Внутри Мне кажется Заложена одна проблема Если человек видел Результаты бомбардировки Хиросимы и Нагасаки У меня такой же вопрос Как он может поверить Что этот человек Может по-другому Думать Это же было сделано Руками другого человека Как можно строить теорию Допуская Что все люди Вдруг станут действовать По-другому То есть тогда нужно Скорее говорить О выработке нормы Морали и существования В подобном обществе Так вот В том-то и дело Вот смотрите Идея же в этом заключается Друзья Вы все Абсолютно разные Мы вас друг с другом Примирить не можем По многим пунктам По многим пунктам Не можем Одни христиане Другие Иудеи Мусульмане И так далее Но давайте Вот посмотрите Пожалуйста Дорогие все Вот на эти принципы Кто не согласен Это универсальные принципы Если мы будем На них ориентироваться Круто же То есть идея такая Найти хотя бы что-то Хотя бы какую-то Точку опоры Вот как помните Дайте мне точку опоры И я там все что угодно Сделаю Переверну мир И теория Роллза Это как раз попытка Дать вот какую-то Точку опоры И ко всему прочему Тут важно учитывать Еще один Скрытый Исторический мотив Дело в том Что Вот эта Эпоха Она Характеризуется тем Что Во-первых Развиваются Модели Например Экономические Да На На математическом аппарате На теории игр Теории вероятностей И в целом Вот такой Скажем Кибернетический Или алгоритмический Подход Вот то что Я часто называю Это не мой термин Алгоритмической Рациональностью Да Это то что является В каком-то смысле Лицом эпохи То есть Роллс пытается Строить свою теорию На основании Представлений О практической Рациональности Эта практическая Рациональность Связана С тем Что люди Они Не готовы Рисковать Вот возьмите Знаменитый Его пример Который мы кстати Еще до сих пор Не обсудили Он называется Вуальневедение Что это Вуальневедение А это такой Мысленный эксперимент Который позволяет Протестировать Какие-то положения Теории Роллза Представьте Что Вы не знаете Кто вы В смысле Вы не знаете Ни своей расы Ни своего пола Ни своей Культурной Религиозной Принадлежности Ничего Чистый лист Чистый лист Табула раса Вот абсолютно Ничего не знаете И Нас вот с вами Трое Или четверо В студии нас четверо Поэтому будем считать Что нас четверо Таких Ну может быть Кто-то еще К нам присоединится И мы знаем Что в следующий момент Времени Мы окажемся В обществе Вот Да И мы окажемся На разных позициях Но мы не знаем На каких позициях Мы окажемся Абсолютно не знаем Как мы будем Договариваться Как мы будем Договариваться За вуалью неведения О том Как должно быть Устроено общество Потому что Мест наверху Меньше Чем мест внизу И как мы будем Договариваться Вот И на взгляд Ролза Мы будем договариваться Таким образом Чтобы минимизировать Риски Чтобы та часть Которая С большей вероятностью Окажется Внизу Социальной иерархии В плане доступности Блака И всего остального Она бы хотела бы И мы бы все Мы бы все Хотели бы Будучи за вуалью неведения Чтобы Оказавшись снизу Наши Свободы И Доступ к должностям Были защищены Мы бы это хотели бы А кто-то окажется Сверху А так мы не знаем В том-то и дело Это же неизвестно Кто откажется Сверху В вуалью неведения Так устроено Что мы не знаем Кто из нас Окажется сверху И так мы Но мы знаем Что с большой вероятностью Каждая из нас С большей вероятностью Окажется снизу Нежели сверху Да Потому что мест Наверху Мало Мест внизу Сколько хочешь Мы должны Как бы понимать Все время Тех кто внизу Потому что Мы там тоже могли оказаться И в этом есть Как раз таки принцип Что мы понимаем Тех внизу За счет того Ощущения Что мы скорее Окажемся на их месте Внизу Да И добираясь даже Наверху Думаю все равно Должны помнить Какого внизу Эту этику соблюдать Да То есть мы рассуждаем Так как Если бы мы Находили ситуации В вуале неведения Вот тут только Рассуждают ли так люди Вот что мне кажется Вопрос Антон О И вот об этом Мы поговорим уже После небольшого перерыва И бизнес новостей Под серебряным дождем В гостях В студии серебряный дождь Гостях Просто в рамках философии Традиционно здесь На работе Я на самом деле Не ухожу Вы просто не знаете Кандидат философских наук Доцент философского факультета МГУ Центра исследования Сознания И размышляли ли так люди Мы на этом закончили разговор Ответ такой А не важно То есть мы Мы создадим Идея Райсон Видимо заключалась в том Что создать такой социум В котором не важно Как думает человек В каком социальном статусе Находится Но он всегда Получается доволен Он имеет право На пользование Всеми благами И социальные лифты Также для него открыты Идея такая Что мы должны Построить теорию Как это должно быть Да Вот у нас есть Вот например Автомобиль Жигули Должен ездить Вот так Но в реальности Он никому ничего Не должен Да То есть У нас просто Есть Два Две перспективы Рассмотрения Вопроса О Жигулях Первый Это реалистические То есть На что вы подписываетесь Когда покупаете Жигули Второй вопрос Это вопрос Долженствования Какими Должны быть Жигули И вот представьте Что вы живете В мире Где мы Отказались От вопроса Как бесполезного О том Какими должны быть Жигули Что это значит Что это значит Это приведет к тому Что качество Жигули Еще ниже Упадет Конечно Да То есть Рассуждение О должном Оно поддерживает Хрупкий уровень Реального Устройства На каком-то Приемлемом Уровне Извините за Таталлогию Удобоварим Мы сейчас философию Автоваза вскрыли Фактически Да Да И здесь То же самое Естественно Мы должны признать Что никаких идеальных Обществ не будет Хотя У нас было Аж две беседы Здесь про анархизм Что Многое происходит Не так Как нам бы хотелось Но Нам Вот Суть нормативного Проекта Ролза Нормативной политологии Заключается в том Что Мы должны Хотя бы думать Как это должно быть Чтобы Хотя бы Как-то Нивелировать Недостатки Той реальности В которой мы существуем И Смысл Именно в этом Заключается Что Естественно Люди Не рассуждают Так Как Это Возможно Предполагает Ролз Но если бы Люди подумали То как бы Они рассуждали Если бы мы Им предложили Такие принципы Согласились бы Они с ними Или нет И Ролз Хочет показать Что согласились бы Но здесь Кстати Тоже возникает Критика Со стороны Вот как раз Того А почему Минимизация Рисков Да В случае Вуаля Неведения Являются Наиболее Рациональной Установкой К действию Вот Возьмите В качестве Примера Если бы играли Когда-либо В покер Да То покер Часто Основан На том Что Мы должны Рационально Рисковать То есть Мы оценим Ситуацию Исходя из которой Некоторый риск Он будет Наиболее Оправдан Ну если вы Какой-то Опытный Игрок Естественно Неопытные Игроки Они просто Шашку На голо И вперед На везение Да На везение И здесь Ситуация Такая Что А почему Собственно Находясь в уоле Невидения Мы Не можем Рискнуть Почему Не рискнуть Почему Дорогой Джон Вы считаете Что Риск Не является Частью Практической Рациональности Почему Мы должны быть Как Премудрые Пискари Да Ведь Наше общество Оно бы Наверное Никуда бы Не двигалось Если бы Мы все Как рациональные Агенты Отталкивались бы От Минимизации Рисков Конечно Это один Из Способов Критики Ролзианской Теории В том что Она Даже С точки зрения Рациональности Может быть Не самая адекватная Модель Дает Другая критика Которую ты Упомянул Это Она называется Коммунитаристской Правда Коммунитаристы Которых Вот это люди Довольно разных Представлений Взглядов Тут находится Макентайер Тейлор Они говорят О том Что Групповая Идентичность Она Не Отторжима От Индивида И поэтому Но то Ту картину Которую предлагает Роллс Он исходит из того Что Идентичность Групповая Религиозная Национальная Расовая Она Отторжима Но это не так И вот тут Мы можем с удовольствием Долго спорить Так ли это Или нет Следующие моменты Критические Связаны с тем Что Здесь Роберт Нозик Кстати Коллега По Гарварду Мы не сказали Что сам Роллсон Гарвардский философ И Так Получилось Что два Без сомнения Великих Выдающихся Философа Политических Нозик И Роллс Они были Коллегами Нозик говорит А как-то Вот Свобода Распредельность Прелести Окей А как же Собственность А как же Собственность А как же Заслуги И здесь Конечно Возникают Такие классические Аргументы Тунеяца Конечно Ну то есть Представьте Что Вы Пашите Сутки Там Работаете На радиостанции После радиостанции Разгружаете Вагоны А потом опять На радиостанции И вот так Ваша жизнь Она устроена А есть У вас Приятель Который Просто Любит Играть В теннис Он там Не работает Ничего А просто Играет В теннис И Получается Что В такой Ситуации В Обществе Которое Устроено Паралазианским Основанием Тунеядец Тоже Что-то Получает А потом Есть точно Такой же Доступ Как и тот Человек Который Вкалывает 24 часа Распределительная справедливость Касается не только Доступа К должностям И возможностям Но еще и Распределение благ Чтобы Более-менее Все Члены общества Они жили нормально И как же так Получается Что мы Защищаем Все Либертарианцы Они Очень часто Строят Критику Своих оппонентов Как критику Тунеядства То есть У нас Могут быть Тунеядцы Которые Ничего не делают И это Несправедливо Это первое А второй момент Связанный С заслугами И собственность Заключается В следующем Вот вы Работали На радиостанции И разгружали Вагоны Может быть Даже одновременно Вели эфир И разгружали Вагоны Можно Такой себе Представить И Приобрели Какие-то Занимаясь Таким Трудом Какие-то Баснословные Богатства Ну каким-то Образом Вам это удалось Сделать И Там И Пруды С Какими-то Этими Розовыми Уточками Еще что-то В общем Все у вас Великолепно И у вас есть дети Вы хотите Обеспечить Их Существование В будущем Что логично Да Что абсолютно Логично Да То есть вы Хотите И таким образом Вы обеспечиваете им Лучший доступ К образованию И все прочее 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 Потому что Вы это заслужили Это Это последствия Вашего Труда Да И Эти дети Они Оказываются Их Возможности К доступу К должностям Они выше Но они В более В любом положении Да Они находятся И с точки зрения Ролза И это неправильно Но с точки зрения Музика Это правильно Потому что Это заслуга Потому что Таким Трудом Это было Заработано То есть Столько он вложил А потом Опа Ничего А как Тогда Ролз Предлагал Выйти Из этой Ситуации Или Нивелировать Ее Или он Не предполагал Что в обществе Что будет создано Общество В котором В принципе Будут появляться Такие явления Тут Надо отметить Вновь Что Ролз Все таки Он Допускал Позитивное Неравенство И Он Все таки Еще раз Наскать Он Следовал Принципу Первичности Свобод Демократических А затем Уже Всего Остального И В целом Если Такое Неравенство Служит Благосостоянию Каждого Отдельного Индивида То в принципе Пусть будет Оно так Но все равно Этот конфликт Между Либертарианцами И такими Полевевшими В силу Идеи Ролзы Либералами Он Неустраним И На современном Политическом Ландшафте Мы его Видим Повсеместно Мы его Видим Повсеместно И отсюда Конечно Вот Возникают Такие вещи Про которые Я уже Сказал В перерыве Про Affirmative Action Про то что Вот кому Мы должны Сказать спасибо За вот эту политику Я хотел задать вопрос По поводу того Обязаны ли мы Этой теорией Вот всем Вот этим Не совсем Я бы сказал Что не совсем Потому что Теория Ролза Она занимает Вот какое положение Как сам Роберт Нозик Сказал что Никакой Политический мыслитель Не может Игнорировать В своей работе Теорию справедливости Ролза Поэтому на орехи Ролзу Доставалось Абсолютно От всех Потому что Если бы Ролз Достаточно Хорошо Подумал То он бы Стал Либертарианцем Он бы Отказался От своих Принципов Да Или Если бы Ролз Достаточно Хорошо Подумал Он бы Стал бы Социалистом Совсем Левым человеком То есть Я бы сказал Что не совсем Обязан Но тем не менее Проникновение И Скажем так Легитимизация Вот такой Левой повестки В Суровейшем Капиталистическом Обществе Соединенных Штатов Не могло бы Произойти Без участия Ролза И то что Мы видим Какие то Прецеденты Того что Мы должны Включать Вот какую то Квоту Например На представительство Людей Там Определенного Расового Происхождения Или определенного пола Да И определенного пола Потому что Мы должны Исправлять Неравенство Вот у нас Классический Либерализм Это неравенство Он его не видит Потому что Вы же все равны Вот давайте действуйте Ну понимаете В чем дело Если вы Живете В гетто Гетто Имеет Свойство Самовоспроизводиться Да То есть Нет То есть Социальная структура Такова Что вы не можете Оттуда выбраться У вас не будет Хорошей школы То есть Нет социальных лифтов Вы там будете вариться В этой вот системе Грубо говоря На том же самом уровне Оставайтесь Хотя вам скажут А что же Вот У вас есть все права Идите Воспользуйтесь Ими То есть Вы же Вы же свободные люди Как же так Что же вы там Нарушаете закон Или что-то еще Ведь нельзя же Нарушать закон И Такому критику Очень сложно Объяснить Что есть определенная Социальная динамика И социальная структура Которая определяет Социальную несправедливость Деньги она называется Социальную несправедливость Понимаешь не только деньги Вот у меня недавно был разговор С человеком Который занимается контрактами С профессиональными спортсменами НХЛ НБА И так далее И я спросил ее Слушай какая разница Между Вот ты работаешь Там с Овечкиным С другими Хоккеистами НХЛ И Так же с игроками НБ Какая разница И она очень быстро ответила Она говорит Понимаешь в чем дело Вот НХЛ Это Дети как правило Из довольно богатых семей Потому что Экипировка стоит очень дорого Хоккеем отправить ребенка Заниматься хоккеем дорого И поэтому у этих людей У них мозг работает иначе Они и контракты закрыты иначе И другой пример Алина Айверсон Потому что Она с ним работала И она сказала Вот смотрите Алина Айверсон Он Человек вообще С криминальным прошлым И у них У него в контракте Было прописано Да Что Если он там На игре Или чем-то еще Погорит Да То у него будут большие штрафы Миллионные штрафы Потому что Деньги В таком случае Не решает Потому что Вы даете денег А это бесполезно Вот Философская среда Наверное пора подвести Какой-то итог Нашего сегодняшнего разговора Это теория Справедливости Ролса Которая оказала Влияние В том числе На развитие И других наук Как ты Вернер Анатон Сказал Что ни один политик В современном мире Или когда занимается Политологией Не может Ей не заниматься Не ознакомившись С теорией Справедливости Ролса При этом в жизни Она так и не воплотилась Она не воплотилась Ну как сказать Ну во-первых Все-таки Отчасти воплотилась И это мы видим Например На примере Многих Капиталистических стран С активной Социальной политикой Швеция прежде всего Мне кажется Вот Такой хороший Пример может быть В целом Скандинавские страны Германия Ну правда У них и собственные Внутренние есть основания Для этого То есть не надо Тут Перепреувеличивать Но есть же извращенные формы Которые оно приобрело В Соединенных Штатах Америки Вот эта вот тема Брать Соответственно Там Обязательном порядке Квоты На таких людей Таких людей Таких людей То о чем мы говорили До перерыва Да Это То есть Борьба За социальную справедливость Привела к тому Что Стало допустимым Говорить О позитивной дискриминации Позитивная дискриминация Да Отрицательный рост Вот это вот Да То есть вот Есть негативная дискриминация Есть позитивная дискриминация И Потому что Есть люди Доступ к должностям И возможностям У которых ограничена Социальная структура Общества И поэтому Вследствие Для того Чтобы вернуть Это Этот доступ Эти возможности Должна быть Позитивной Социальной дискриминацией Как думают Некоторые люди Но Мне кажется Что во первых Это этически неверно И что Позитивная дискриминация Это дискриминация Все равно Как и Позитивное убийство Извините пожалуйста Это убийство В первую очередь Можно Можно Ко всему чему угодно Возьмите слово Геноцид А давайте добавим К нему слово Позитивный Что будет А позитивный Геноцид И для меня Это то же самое Позитивная дискриминация Это не этично То есть Можно Решать Эти вопросы Социальной справедливости О которых Который поднял Роллс Которые важны Но решать их Не таким образом Как они Решаются Сейчас И это касается Конечно Не только США Ну и Методы Которые предлагает Роллс Как мы выяснили В рамках Сегодняшнего разговора Готов достаточно Спорный Потому что Ну малореализуемый В частности Там частично Все равно Попахивает Так сказать Утопия И отталкивание От тех Принципов базовых Которые не всегда Мы наблюдаем В реальном обществе Как я сказал Любые Рассуждения О должном Это Рассуждения Об идеальном И рассуждения О должном Они Удерживают Нас От того Чтобы мы Совсем В ад Не скатились То есть Вот такая Философия Этическая Философия Философия О должном Она в первую очередь Такой В тонусе держит Такой барьер Да Вот как с Жигулями Я пример привел Да Если мы не будем обсуждать Какими должны быть Жигули Они совсем станут плохими Если мы не будем обсуждать Каким должно быть общество То это общество Может стать совсем Плохим То есть Несмотря на то Что здесь конечно Мы не вправе рассчитывать Что будет что-то идеальное Но идеальное общество Вообще Ничего идеального Не существует Да Даже идеальное общество По Платону На самом деле Идеальным не является С точки зрения самого Платона Конечно Вся философия Мне кажется Построена на то Чтобы найти Какую-то форму Того самого идеального общества Ну я за всю философию Не могу сказать Ну по крайней мере Нормативная философия Нормативная Нормативная философия У нас осталось После этого эфира Огромное количество Тем для дальнейшего Обсуждения с Антоном Ты не находишь Татьяна? Да Конечно Потому что мы затронули Такой пласт Вообще С этой теорией Райс Но именно Роллс Именно поэтому Она во многом До сих пор изучается Ну равнодушными Она никого не оставляет Естественно Она всегда вызывает Размышления Это уже хорошо Это уже самое главное Конечно Антон Кузнецов был В студии Серебряного дождя Хотел сказать гостёк Нет Всё-таки в студии Серебряного дождя Кандидат философских наук Доцент философского факультета МГУ Центр исследования сознания Антон спасибо Ждём тогда через две недельки Да Через две недели Ещё увидимся Да Если мы до каникул успеем Я думаю да Да Сразу после нас Виктор Набутов Вместе с Евгением Надоршиным Обсудят Что у нас происходит С макроэкономикой страны Ставка Центрального банка Увеличится Либо уменьшится Что с валютой Как у нас тут Банк России Целых ограничений Санкционного давления Приостанавливает Публикации Ежедневной статистики Вне биржевого Валютного курса Ну а с вами Потом программа Мьюзика из Дансера Дона Пабло В 11 часов Час лёгкой электронной музыки За час до полудня Он уже в студии А с вами сегодня были Татьяна Котина И Андрей Усипов Хорошего вам дня Берегите себя Отличного дня